Не глядя на юный взрослый, эти дети уже достигнули успеху. Одни являются кандидатами у мастера спорта, другие доказали свое лидерство на концертных плясуках республиканского и сусветного взрослого. В 2015 году многие из них стали переможцами Олимпиад, творческих конкурсов и спортивных с поборництва. Узнагороды за их працу на передо дни Нового года стало запрошение на свято, организованное гомельским горваканкамом. Я хочу пожелать всем гомельчанам, чтобы новый 2016 год был для нас успешным, для нас, для каждого и для гомеля в целом, чтобы мы жили под мирным небом, чтобы наши мечты, наши планы все были реализованы в следующем году. Я всегда традиционно эти слова говорю, но это действительно тот праздник теплый, добрый, который все любят. Действительно, мы какие-то итоги подводим и намечаем себе планы на будущее. Очень хочется, чтобы наши планы совпали с нашими возможностями в Новом году. С праздником вас, с наступающим Новым годом! У Голиградского центра культуры працавали интерактивные гульнявые пляцовки. Тут гости свята могли стать удельниками флешмобов, доведаться, как отначали Новый год наши протки и научиться робить юлочные цацки с соломки. Один же из новых пунктов селедней святочной программы – акция Нового года в каждый дом. Эта акция проводится для детей, особенно для тех детей, которые не смогли в этот день попасть на этот праздник. И все подарки, которые они получат сегодня, это сделаны руками тоже самое детей. Вложена частичка праздника в каждое почтовое отправление. У делу акции приняли все установы и адукации Гомеля. Сувениры, сделанные своими руками, школьники накируют одногодкам, которые вымешаны встретить Новый год в больницах, а также педагогам, которые находятся на заслуженном отпадшинке, ветеранам и одиноким пожилым людям. Акция стартовала еще полторы ты дней тому. За этот час было выработано около тысячи сувениров. Первая партия веншавания уже накирована своим адресатам. Ганна Ковалева, Игорь Марышенко, Телерадио, компания Гомель.